Салям, буслар! Как и обещали в предыдущем выпуске, сегодня продолжим наш средневековый шоппинг и рассмотрим слова, обозначающие демисезонную, а также зимнюю одежду и обувь. Итак, в эфире программа «Такой татарский русский»! Чикмень На татарском звучит как «щикмень» – длиннополая крестьянская демисезонная одежда, шитая из домашнего сукна серого, белого, коричневого и очень редко черного цветов. Иван Иванович Агиенко считает чикмень «заимствованием от татар», относя его к татар-монгольским словам. Макс Фасмер, уже хорошо известный нашим зрителям русский и немецкий лингвист, также приводит тюркские соответствия со ссылкой на Радлова. А Василий Васильевич Радлов пишет вот что. Чикман на казанском татарском – это суконный кафтан. А форма слова «чикман» на турецком, чагатайском, телеутском и крымском имеет несколько значений. Сукно, плащ, широкие брюки и платье с подкладкой. Советский терколог Константин Кузьмич Юдахин указывает на наличие слова и в киргизском языке, в значениях «рот верхней мужской стеганой одежды» и суконный халат без подкладки. То же, что киментай – верхняя одежда из войлока. Тулуп с татарского «толоп» – длинная, почти до пят, верхняя дорожная меховая одежда. Русский советский лингвист Дмитрий Николаевич Ушаков считает, что слово это происходит с тюркского «тулуп» – «шкура». Юдахин пишет следующее. Татарский «толоп», башкирский «толоп» и киргизский «толуп» изначально означали кожу теленка, снятую чулком. А советский лингвист-тюрколог Николай Константинович Дмитриев добавляет. Русские заимствовали это слово, очевидно, у татар. К верхней одежде нужна соответствующая обувь. Говоря об обувной моде татар, первым делом вспоминаются ичиги с татарского «щитек». Мало кто не слышал об этих красивых традиционных татарских сапожках, выполненных в технике кожаной мозаики. В конце 19-го, начале 20-го века ичиги были популярны и в артистической среде. Художники-костюмеры вводили их в костюмы персонажей опер «Князь Игорь», «Садко», «Царская невеста» и другие. Российский художник-сценограф Лев Бакст импровизировал на тему татарских ичигов в эскизе костюма Ивана Царевича к балету «Жар птица». Узорные сапоги, конечно же, носили не только на сцене, но и в обычной жизни. И не только татары, между прочим. Есть, например, свидетельства и фотографии жены матерей поэтов Серебряного века, таких как Сергей Есенин и Максимилиан Волошин. Женщины в этих семьях тоже носили татарские ичиги. В начале 20-го века ичижное производство было очень развито. И татарская национальная обувь поставлялась в страны Запада, Германию, Францию и даже в Америку. Вот такой вот был тренд. Башмак. С татарского «башмак». Это слово изначально имеет несколько значений. Первое. Рот низкой обуви, обычно женской или детской. Второе. В Донском, Астраханском и Оренбургском говорах годовалый теленок, бычок. По мнению исследователей, слово «башмак» заимствовано в русский из татарского языка. Говоря о исследователе, мы имеем в виду целый список лингвистов, а именно Владимир Иванович Даль, Василий Алексеевич Богородицкий, Леонид Арсеньевич Булаховский, Николай Константинович Дмитриев и Николай Максимович Шанский. У татары-башкир «башмак» означает годовалого теленка. Отсюда же, по мнению Рубена Александровича Будагова, произошло и первое значение слова. «Радлов» приводит значение слова «башмак» с татарского как По-видимому, башмак в значении «обувь» тесно связан со значением «кожа на ногах животных» и «теленок», из шкуры которого изготавливались листы пергамента и башмаки. Теплая, преимущественно женская обувь, рот полусапожек, ботинок, либо мужская верхняя обувь. Советский лингвист-тюрколог Николай Константинович Дмитриев приводит коты в дополнительном списке тюркизмов русского словаря как заимствование из татарского и ссылается на Будагова и Врабьева. На татарском этот вид обуви звучит как «хота» и означает «валеные галоши», говорится в татарско-русском словаре 1950 года. Ну что ж, друзья, на сегодня все. С вами была программа «Такой татарский русский». Встретимся в следующих выпусках. Ихтибаргасашин рахмат. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok